Это видео я хотела бы начать с того, что да, у меня слетела тока. Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Несколько дней назад я обновляла току, когда выходило обновление с новой одеждой. И у меня слетели все мои постройки, которые я так долго строила, в которые я вкладывала душу. Даже слетел мой особняк, с постройкой которого я мучилась целый день. В общей сумме я его, наверное, обустраивала часа четыре, потому что он реально огромный. А как я строила квартиру с кайлер и перетаскивала к ней красивые предметы со всех локаций, это вообще капец. Сначала я, конечно, расстроилась, а потом решила, что все равно мне нужна была бы эта квартира для одного обустройства. И сегодня я буду делать спа-салон. Ну, или даже спа-салон-салон красоты. Мне он нужен не просто так, а для одного видео, которое вы сможете посмотреть уже завтра. Так что сразу напоминаю подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, а насчет этого обустройства я хочу сказать, что я была вначале немного сильно самоуверенной. Я думала, что обойдусь без набора мебели спа и фитнес, а потом я поняла, что он мне очень сильно нужен. И после недолгих раздумий я его купила. Да-да, я не из тех людей, которые сразу покупают новые локации. Тем более, когда я перестала снимать на YouTube где-то полгода, я вообще не следила за обновлениями. Я пропустила просто кучу обновлений и даже не знала, что уже новенького вышло в токи. Я посчитала, вместе с бесплатными локациями у нас их всего 66. И из этих 66 локаций у меня есть 38. И это я не беру в счет наборы мебели и дома для обустройства. И для вас всех, я так понимаю, этот набор уже что-то старое и неинтересное. А для меня это просто офигеть какой крутой набор. Потому что сама я им пользуюсь впервые в жизни, и он для меня как что-то новое. Вот прям я ощущаю, как будто он вышел только сегодня, только сегодня я его купила. Ну, я думаю, вы меня поняли. Сейчас я обустраиваю часть салона, в котором будут проходить процедуры, такие как грязевые ванны. Или, например, купание с бомбочками для воды. И вот что у меня получилось в итоге. Я еще наставила тут всяких баночек, полотенце повесила. Места тут, конечно, мало, но я считаю, что получилось очень прикольно. Следующее, что я решила сделать, это комната, в которой будут проводить всякие процедуры для волос. И мытье, и стрижка, и покраска, и увлажнение, питание. В общем, тут будет все по уходу за волосами. Изначально, как вы видите, я пыталась сделать два места, но потом я подумала, что лучше все-таки сделать одно, и вообще по-другому все тут перестроила. Потому что здесь достаточно мало места, и все, что я хочу, очень тяжело уместить. И, в общем-то, вот так выглядит конечный результат. Посмотрите, что у меня получилось. Далее я решила построить что-то типа джакузи, где можно будет просто расслабиться. И точно так же провести какие-то процедуры, которые будут хорошо, например, для тела, для кожи. Просто я не знаю, что еще сказать по поводу этого. Но в основном, наверное, это больше для того, чтобы просто расслабиться, послушать спокойную музыку и побыть наедине со своими мыслями. Изначально это место я обустраивала совсем по-другому, и выглядит оно не так, как было в начале. Конечный результат я покажу вам чуть позже. Следующее, что я начала строить, это зону ожидания. Здесь будет стоять рецепшн, на котором вы, во-первых, сможете оплатить все свои желания. Или сначала просто узнать, какие вообще тут есть процедуры, что тут можно сделать. Записаться на то, что вы хотите. Также тут сотрудники могут вам рассказать, что вообще как проходит, что посоветуют вам. Конечно же, расскажут, что сколько стоит. Помогут вам решить, что именно вам нужно сделать, если вы сами не можете определиться. Как вы поняли, у этого зала ожидания будет просто куча действий, которые тут можно совершить. Я долго не могла обустроить здесь именно стены, потому что не знала, как лучше что повесить, чтобы выглядело красиво. Но вот что у меня получилось в итоге. Следующая зона, которую я решила обустроить, так скажем, зона, место, где я буду делать массаж. Это тоже такой более этап расслабительный, успокоительный. Потому что это все-таки не только салон красоты, как я сказала, но еще и спа-салон. Это будет такой частный, очень элитный салон, потому что у моего видео, которое вы завтра увидите, такая задумка. И так как он элитный, естественно, я сейчас буду такую делать штуку, где вам будут подвозить вкусняшки. Вот на этих каталках. Я не знаю, как они называются, поэтому да. Так что, придя в такой элитный, крутой спа-салон, вам будут предлагать всякие вкусняшки на всех процедурах. А напишите в комментариях, хотели бы вы побывать в таком спа-салоне. Вот лично я очень хотела бы. Следующая комната, которую я буду обустраивать, будет как раз-таки для того, чтобы вам сделали красоту. Наверное, многие из вас догадались, что здесь будут делать макияж. И здесь будет просто куча всего нужного для того, чтобы сделать крутой мейк. Эта комната получилась такой скромной, потому что здесь достаточно мало мебели. Да и построила я ее относительно быстро, насчет ее особо не парилась. Ну, потому что, опять же-таки, комната маленькая, места мало, и нужно все как-то сокращать по минимуму. Зато вот всю косметику я расставляла достаточно долго, еще ходила, приносила с других локаций, потому что то, что добавлено в Креатор Домов, мне немного не хватило. И хочу сказать, что за кадром я не снимала это. Я достроила некоторые моментики в этом салоне. И сейчас я вам проведу на него обзор. На полностью готовый самый элитный салон в Тока Бока. Ну что ж, комнату с ванными процедурами и комнату для причесок и волос вы уже видели. Также вы уже видели зал ожидания и рецепшн. Зато на другой стороне я кое-что добавила. А именно, уголок, где вам сделают крутой маникюр, сауну, вместо, где вам сделают массаж, я добавила всякие предметы. А также построила что-то типа гардеробной комнаты, где вам подберут суперкрутой костюм. Редактор субтитров А.Семкин